Здравствуйте, ребята! Тема нашей беседы – средства художественной выразительности. Отгадаем загадки и вспомним профессии творческих людей. Загадка номер один. Книги пишет, сочиняет, мысли он в стихах слагает. Кто? Писатель. Номер два. Дом многоэтажный, строит он карандашом бумажным. Конечно же, архитектор. Номер три. Он сыграет чью-то роль, и на сцене он король. Верно, актер. Четыре. Лепит разные фигуры, и ваяет он скульптуры. Конечно же, скульптор. Номер пять. Он умеет рисовать и картины создавать. Здесь с отгадкой проблем нет. Конечно же, художник. Шесть. Музыку он создает, и певцам хиты дает. Композитор. И последняя седьмая загадка. Телом хорошо владеет, ярко двигаться умеет. Кто? Верно, танцор. Ребята, мы только что с вами перечислили основные творческие профессии. В каждом виде искусства используются особые материалы и инструменты, а также средства художественной выразительности для создания образа. Рассмотри изображение на этом слайде и подумай, какие материалы и инструменты использует художник в процессе своей деятельности. А вот основным средством выразительности для живописца, конечно же, будет цвет. Важно понимать, чтобы цвета сочетались между собой. Такое гармоничное сочетание цветов на картине называется колоритом. Предлагаю вместе рассмотреть картины на этом слайде и описать их колорит. Мастерская художника Рембрандт. Колорит этой картины сдержанный и приглушенный. Художник использует темные, приглушенные тона, тем самым создавая таинственное и загадочное настроение картины. Совсем иное настроение у нас возникает при рассмотрении картины Арни Матисса «Танец». Мы видим, что колорит этой картины яркий. Художник использует здесь яркие, контрастные тона. Цвет неба, цвет холма и фигуры танцующих женщин. И вот именно контраст этих трех цветов создает радостный и яркий характер этой картины. А теперь поговорим о таком виде искусства, как графика. Перечислим материалы, которые использует художник в графике. Это карандаш, уголь, сангина. Это толстый карандаш без оправы, который изготавливают из белой глины. Пастель. Это мягкий карандаш или мелок. Соус. Один из видов пастели. Сепия. Это сорт серо-коричневой краски. Тушь и акварель. При помощи любого из этих материалов мы можем провести на бумаге линии, разные по длине и начертанию. Важно понимать, что именно линия определяет границы формы в графике. Также при помощи инструментов-графиков можно нанести штрихи. На этом слайде ты видишь варианты разных штрихов. Штрих, в отличие от линии, складывается из коротких движений руки в определенном направлении. Штрих передает фон и объем. Рассмотри произведение художников-графиков. Автопортрет. Автопортрет Пабло Пикассо. Данную картину художник создавал при помощи карандаша и угля. А вот картина «Старик» немецкого художника Альбрехта Дюрера рисовалась при помощи кисти, пера и туши. Белорусский художник Язеп Дроздович в своей картине «Мирский замок» использовал лишь тушь и перо. Посмотри, какие инструменты использует скульптор для создания художественного образа. Художники-скульпторы также рассказывают нам об окружающем мире, но отражают это не на плоскости, например, бумаге или холсте, а в объеме. Скульптуру можно рассмотреть со всех сторон, в отличие от произведений живописи и графики. Рассмотри внимательно изображение на этом слайде. Скульптура белорусского художника Заира Асгура под названием «Симон Музыка». В этой скульптуре художник изобразил сцену из известной поэмы белорусского писателя Якуба Колоса «Симон Музыка». Скульптура также белорусского художника Алексея Глебова «Франциск Скорина». На которой изображен белорусский первопечатник и писатель Франциск Скорина. Ну и внизу слайда ты видишь замечательную скульптуру под названием «Мраморная вуаль», которую создал известный итальянский скульптор Рафаэль Монти. Я думаю, что рассмотрев данные изображения, ты согласишься со мной, что основным средством выразительности для скульптора является объем, то есть проработка модели в объеме. В зависимости от того, какой материал использует скульптор, художник использует разные способы обработки этого материала. Например, для дерева скульптор использует резьбу, для металла и камня – высекание, для гипса и глины – лепку. Иногда пластические образы настолько реальны, что сложно представить, какими средствами художнику удалось их создать. Например, глядя на скульптурную композицию итальянского мастера «Мраморная вуаль», мы невольно задумываемся, действительно ли эта работа выполнена из мрамора. Можно ли настолько реалистично передать в камни прозрачность и легкость ткани? Среди всех видов искусства наибольшим разнообразием средств выразительности отличается декоративно-прикладное. В нем могут применяться средства выразительности, свойственные другим видам искусства, а именно живописи, скульптуре и даже архитектуре. Выразительными средствами декоративно-прикладного искусства будут являться форма, материал, а именно дерево, глина, солома, ткань, фарфор, стекло и другие материалы, а также декор. Декор – это украшение изделия. В декоре таких произведений важное место занимает орнамент. Как вы помните, архитектура – это пространственный вид искусства. Рассматривая архитектурные изображения на этом слайде, вы можете заметить, что в них присутствуют линии, форма, цвет и объем. Основными средствами художественной выразительности в архитектуре мы можем назвать композицию – это порядок расположения элементов здания, и масштаб – это размер здания. Сочетание всевозможных геометрических форм разного масштаба сознает основу архитектурных образов. Среди них и величавые соборы, и грандиозные дворцы. Пропорциональное соотношение форм и деталей композиций позволяет архитекторам передать определенный ритм, который настраивает на восприятие сооружения, задает эмоциональный тон произведений искусства. Поговорим о временных видах искусства, литературе и музыке. В музыке художественный образ рождается при помощи звуков. Пронзительные, резкие, загадочные, нежные, они чередуются с друг другом и образуют мелодию. А уже в мелодии воплощается художественный образ. Но без ритма мелодии не существует. Ритм может придавать мелодии либо лирический характер, либо резкий и прерывистый, тревожный и взволнованный. Таким образом, основными средствами выразительности в музыке будет ритм и звук. А вот в литературе художественный образ создается при помощи слова. Также важным средством выразительности в литературе будет являться интонация. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Проверь себя Проверь себя Подбери каждому виду искусства средства выразительности. Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, предлагаю вам выполнить творческое задание. Составьте устный рассказ об одном произведении искусства и выделите основные средства выразительности. Желаю успехов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok